Новый зеленый газон слегка проминается под ногами. Обычно на таком поле проходят соревнования профессиональных спортсменов. А здесь обычные мальчишки и девчонки из села могут попробовать свои силы в разных дисциплинах. Брат и сестра Саша и Костя приехали на металлплощадку из Новокузнецкого района. Девочка этой осенью пошла во второй класс и физкультура – один из ее любимых предметов. А вот мальчишка еще ходит в детский сад. Но каждый из них на спортивной площадке такого уровня готов ставить недетские рекорды. Я здесь буду соревноваться в беге, в прыжке в длину и кидать в кольцо, еще буду играть около сетки. Я люблю в футбол играть. Ну и теперь сельский спорт, посмотрите, ведь он дает знаменитых спортсменов. Все ведь начинают с дворов, с села. Посмотрите, у нас Вячеслав Иваненко, да? Он же олимпийский чемпион. И после того, как он сделал свой рекорд, 20 лет никто его не мог переступить. Или саночник наш, Федоров, Степан Федоров. Третье место в России. Для нас это большая честь. И, кстати, вот все они тренировались вот на этом вот поле. В 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле Вячеслав Иваненко прошел дистанцию 50 километров за 3 часа 38 минут и 29 секунд. Благодаря этому рекорду наш земляк до сих пор входит в 20-ку самых быстрых ходоков мира в дистанции 50 километров. Но мало кто знает, что начинал тренироваться будущий чемпион в не самых простых условиях. У нас был стадион, это именно вот здесь вот за техникум, за сельскохозяйством, сейчас аграрный техникум. Там была гаревая дорожка. Но и сейчас, конечно, тут не гаревая дорожка, а по последним, можно сказать, проекту, то, что построен наш стадион, вот именно в качестве очень хорошего. Во-первых, и тренажерные есть площадки, и баскетбольные, и волейбольные, и пляжные, и волейбол у нас. Конечно, все сделано очень здорово. В новом физкультурно-спортивном комплексе созданы условия не только для летних, но и для зимних видов спорта. Здесь есть футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейная коробка, многофункциональная спортивная площадка, где можно поиграть в волейбол. Спорт он должен быть доступным, максимально в шаговой доступности. Это здорово, конечно, что у нас есть большие спортивные сооружения, но если ты находишься в районе, в деревне, то ты туда просто не можешь добраться, поехать, посмотреть, как играют наши профессиональные спортивные команды, наши хоккеисты, наши волейболисты. А здесь буквально вот стоит частный дом, они перешли через дорогу, чтобы вот так вот в одном месте и такого качества я, наверное, не видел. Пока стоят теплые дни, местные жители могут заниматься в новом спорткомплексе под открытым небом летними видами спорта. Но уже совсем скоро придет зима, выпадет снег, и тогда здесь появится каток. В любом случае, спорт будет доступен жителям Кемеровского района круглый год. Андрей Финагин, Александр Белкин. Новости моего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова